Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 февраля и кто-то уже посеял свои перцы. У кого-то скоро они проклюнутся и встанет вопрос пикировать или нет. И так как я в этом году буду сеять позже перцы, я не буду нынче высевать для раннего урожая. Поэтому я решила повторить прошлогоднее видео, особенно для наших новичков, для начинающих. Кто не пикировал ни разу, посмотрите вот это видео, пикировка пошаговая. Обратите внимание на как корешок укладывать при пикировке, насколько заглублять. Все это очень-очень важно. Специально в прошлом году снимала продолжительное видео, монтировала все это. Посмотрите, кто будет пикировать. А кто еще не решил пикировать или нет, я выложу видео и постараюсь в этом году снять теоретическое видео, поговорить на тему, что дает пикировка, плюсы и минусы. Но вот это именно процесс пикировки очень подробный. Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня по-прежнему продолжается 14 марта. Сегодня такой длинный продуктивный денек. Я вот уже посеяла томаты и сейчас приступлю к самому интересному пикировке перца. Сразу извиняюсь за свой непрезентабельный вид. У меня рабочая одежда. Я вообще, если утром я встаю и привожу себя в порядок, стараюсь внешний вид, то к вечеру мне уже все равно, как я выгляжу. Сейчас я уже разлохматилась, вся изморалась. Но показать пикировку перца нужно обязательно. Я решилась вот выйти прямо, ну, как работаю, так и буду. Смотрите. Я видео назвала «Правильная пикировка перца». Потому что я сейчас буду показывать все пошагово. Я вот сегодня посмотрела информацию. Во многих статьях пишут неправильно про заглубление перца. Потом некоторые показывают, как они корни туда запихивают неправильно. Не надо так делать. Я вам покажу, как я делаю. И это оптимальный, как я считаю, самый правильный способ. Буду показывать, как в кассеты, в маленькие стаканчики пикирую. Вот этот перец, который сеяла магазинными семенами. Видите, что он зашел не весь. Из 26 сортов половина не взошло. Но которые взошли уже в фазе двух семидольных листьев. Это считается самый такой оптимальный срок. Хороший срок, правильный для пикировки перца. Видео будет очень длинное. Для меня оно будет самым сложным. Потому что оно будет многокомпонентным. Мне потом придется все эти куски. Вот я в процессе буду снимать. Сначала как грунт. Потом фратару, как буду поливать, как пикировать. Я его буду компоновать потом. И возможно только поздно-поздно вечером оно будет у меня готово. А может быть даже только ночью. Кто-то посмотрит сегодня поздно вечером. Кто-то завтра. Но это видео поможет в основном. Конечно снимаю для наших новичков. Которые до сих пор пишут, что нельзя же перцы заглублять. Как же их пикировать. И вот я буду показывать и рассказывать, что можно заглублять. Что это правильно. Но это не единственное верное. Можете делать хоть как. Но заглублять тоже можно. Я не буду во вступительном видео много времени терять. Кстати, вот эту кассету, которая у меня осталась обрезанная от петунии. Я тоже сюда рассажу перчики. Расскажу, почему я это делаю. Все в каждом маленьком кусочке. Каждый шаг я буду объяснять. Все, смотрите. Следующее видео. А это просто я вот как рассказала. Для чего я делаю такое длительное, многокомпонентное видео. Только для того, чтобы какой-то начинающий огородник посмотрел, как можно это делать. И возможно попробовал на своих перчах. Но перед тем, как начать рассказывать и показывать вам сам процесс пикировки. Я хочу немного рассказать об этом перце. Что это за перец, почему лоток у меня полупустой и вот в таком состоянии. Это перец, который я вам говорила. Ну, кто-то возможно видел. У меня здесь посеяно 26 сортов. Все магазинные. Ну, естественно, половина сортов не взошло. Но вы, если вы только начинаете свою огородную историю, вы должны знать, что перец у нас традиционно, у него всхожесть чуть ниже, чем у томатов. Но опять же, если посмотреть, я вот только что показывала перцы, которые я сеяла своими семенами, вот для массовых посевов. Разница, конечно, большая. И по идее лоточек должен был выглядеть вот так. Он должен был весь, ну как быть, такими рядочками. Но так как у нас семена приобретались в магазине, и они там разные у меня были, есть сорта, которые вообще не взошли. Смотрим, что это за сорта, которые в этом лотке. Ну, не все, а просто. Вот, лоток номер 9. 16 февраля он был посеян. Все, 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 вот перечислены у меня сорта. И написано, все семена магазинные. То есть, своих семян здесь у меня нет. Тут вот все, которые я хотела. Какой-то голдфиндер, огонек. Белозерка, Белоснежка. Некоторые сорта очень хорошо взошли. И несмотря на то, что некоторые только здесь вот только-только показываются, их, конечно, я брать не буду, я смотрю на ту массу, которая взошла хорошо. Вот некоторые сорта взошли прям все-все. И они уже с двумя настоящими листиками. То есть, самое время начать их пикировать. Так что мы не будем ждать тех, кто когда-то вылезет еще там через две недели. Вот это перцы у нас, у меня двухнедельные. Тут вот одна помидорка даже выросла. Но это, вероятно, в грунте просто осталось. Вот такие хорошие, здоровые перцы я буду сейчас пикировать. И буду вам все подробно показывать. Вся пикировка у нас, как обычно, начинается, конечно, с тары. Сначала мы готовим тару, потом уже занимаемся пикировкой. Если говорить про перцы, то считается оптимальным объемом тары вот такой 200-граммовый стаканчик. То есть, вот стакан в стакане сенец. Несмотря на то, что он маленький, он сейчас немного поболеет несколько дней. Ну, не то, что поболеет, у него будет немножко остановка, а потом он быстро начнет развивать корневую систему, он освоит этот стаканчик. Больше тара, именно в полкилограммовые стаканы, сразу маленькие сеянцы перца рассаживать специалисты не рекомендуют. Почему? Потому что сенец очень маленький, у него корневая система крошечная, ему столько грунта не надо, он освоить его не сможет, полкилограмма. И полив будет затруднен. Если вы будете лить немножко, смачивая только рядом со стволиком, грунт будет полусухой. Если вы будете смачивать весь стакан, ну, как обычно, ну, угадать будет сложно. Если смачивать весь стакан, как обычно, то, как вы понимаете, он влаги возьмет немного, остальная влага будет так и в этом грунте. Грунт будет воздухонепроницаемый, корневой системе будет не хватать кислорода, она будет угнетена, и ваш сенец будет заторможен в развитии. Вот лучший вариант, конечно, я уже показывала, я показывала, вот такая кассета. Эта кассета, ну, почти то же самое, что стаканчик, она чуть поменьше. Кто-то высаживает в кассету, потом в стаканчик, кто-то высаживает в кассету и сразу потом в теплицу или в грунт. Вот сейчас я буду высаживать вот в такие вот маленькие кассеты. Вот пока сенцы такие крошечные, эта кассета нам подойдет, потому что она, он по размеру, вот этот перчик, он как раз будет точно такой, как вот эта ячейка кассетная. Но я сразу хочу вас предупредить, кто если думает, что я его посажу один раз и навсегда, нет, это у меня будет передержка. Здесь он переболеет, начнет осваивать вот этот маленький комочек грунта, корни образуются новые у него, и тогда уже я его вот с этой кассеты, прямо вместе с этим комочком буду делать перевалку или в такой стаканчик, или в больший, потому что он уже будет способен жить в пол-литровом стаканчике, в полкилограммовом. Почему я это делаю? Вот это лишние хлопоты, сначала в маленькой, потом в такой. Ну, конечно, просто из-за экономии места на стеллаже. Пока он здесь приживается, пока корневая система там наращивается, уже как раз наступит период, когда можно будет держать эту всю рассаду не под лампами, а просто на окне при солнечном свете или вот в придомовой теплице. А сейчас у меня так много питомцев, что ламп на всех не хватает. А так как перец, он растет намного медленнее, развивается медленнее, чем томаты. Томаты, они более такие большие. Их вот в такую, в кассету для питуньи не посадишь. А перец посадить можно. И потом вот эта вот перевалка с кассеты в большую емкость, она будет безболезненная, без повреждения земляного кома. Но сразу скажу, что это непривычная вот такая пикировка, необычная, нестандартная. Чаще всего люди делают стаканчик 200-граммовый. Или вот в такие кассеты большего объема, которые больше похожи вот на этот стаканчик. Это я просто делаю, потому что у меня их много, чтобы они все вошли. Тара может быть любая. И вот эти торфяные стаканчики. И какие-то другие, ну всякие же есть. Есть четырехугольные какие-то пластиковые стаканчики. Любая тара. Но главное, что вы должны знать, лучше брать сразу не более 200 граммов грунта. Даже если кто садит, рассаживает в большие стаканы, ну вот кто поопытнее, они уже научились обращаться с ними, они просто делают полстакана грунта. Именно в 500-граммовом насыпают 200 грамм грунта, высаживают туда перчик. А когда он разрастается, они потом постепенно подсыпают, подсыпают земли. И получается, что с увеличением возраста перца увеличивается корневая система. И увеличивается, соответственно, размер грунта. Требования тари такие же, должны быть обязательно, ну такие же, как обычно, должны быть обязательно. Дренажные отверстия, потому что если не будет лишняя жидкость устраняться, стекать, перец обязательно заболеет. Он очень капризный, ну как его вырастить просто, но он такой, что если будет сильно сухо, он сбросит у вас лист. Если будет сильно влажно, он тоже сбросит у вас лист. И сбрасывают и листья, и цветы. Они, если им не нравятся условия выращивания, они вот это всё посбрасывают. И, конечно, сразу уменьшается потом впоследствии размер урожая, количество плодов. После того, как мы определились с тарой и приготовили тару, вот у меня в данном случае вот эти кассеты, или там вы приготовили, например, стаканчики, нужно готовить грунт. Про грунт хочу сказать особо, кто не хочет заморачиваться, вы должны запомнить, что для томатов, баклажанов и перца состав грунт можно делать одинаковый, тот же самый. И пикировать перцы можно в такой же состав грунта, в котором вы делали посев. Но ничем она не отличается. Есть очень много различных составов. Я сейчас вам скажу, что вот кто составляет сам, они знают, что можно две части перегноя, одну часть земли взять. Можно наоборот, одну часть перегноя, две части простой земли. Вот этот дерновой, полевой. Можно добавлять торф в тех районах, где он есть. Но у нас нет торфа. Есть состав даже торф, перегной и одна часть древесных опилок. И так делают. Делают просто перегной и торф, у кого мало вот такой земли. Делают, например, три части перегноя, две части земли. Но как вы поняли, вариантов очень много, очень-очень много. Но самое главное добавки. А, можно и готовый грунт в магазине, чтобы не... Ну, кто не хочет заморачиваться. Главное добавки. На каждое ведро вот такой земли, которую мы сами приготовим, нужно добавить столовую ложку золы. Ну, везде рекомендуют специалисты. И еще они пишут столовую ложку суперфосфата. Но я суперфосфат гранулированный не добавляю, потому что его сложно добавить. Ну, как он сейчас попадет к какому-нибудь сеянцу на корешок и может обжечь вот эта гранула. Она же долго растворяется. Если вы сразу не добавляете, можно потом сделать раствор и полить. Столовую ложку эту же суперфосфата развести в ведре воды. И вот этим раствором потом после пикировки немножко полить в горшочки, чтобы грунт насытился вот именно фосфором. Как я сегодня поняла, я вот сегодня, наверное, увидите сейчас уже видео, к тому времени, пока я это сниму, я забыла в одну партию для томатов добавить золу и не добавила суперфосфата. Все, я получила один лоток рассады с фиолетовыми листьями. Они сразу мне дали сигнал, что им не хватает фосфора. Поэтому сейчас вот, приготавливая грунт для перцев, я сразу добавляю золу, чтобы не забыть. Все, сейчас я все тщательно перемешаю. Конечно, если магазинный грунт это проще, вы вывалили просто пакет и раскладываете. Но проще это или нет, еще неизвестно, потому что сейчас много плохих грунтов продается. Никогда не покупаю грунт в магазине, сама все делаю. И вот сейчас я буду раскладывать. Все, как я раскладывала, я уже показала, нам самый главный процесс пикировки. Я сейчас разложу в кассету, все утрамбую, и когда уже буду сеянцы вытаскивать и рассаживать, я буду продолжать вам показывать. Вот я разложила весь грунт по кассетам, по большой кассете, по маленькой и в стаканчиках. И вот эту поверхность я чуть-чуть опрыскиваю. Я уже говорила, для чего? Для того, чтобы когда мы будем делать дырочки, чтобы она не проваливалась. Но полностью я ее не заливаю. Я вот вчера видела одно видео, как показывают, она прям наливает туда воды, до каши, до грязи. Делает дырку, потом туда вот так заталкивает этот перец. Там, конечно, корни, наверное, кричат и пищат. Я делаю вот такую, так же, как для питуньи, вот такую широковатую дырочку. Но я стараюсь, чтобы грунт у меня сохранил свою сыпучесть. Я буду вам показывать на стаканчике, потому что так удобнее. Я вот делаю такое углубление до самого конца, но видите, он сыпучий. И когда я осторожно сейчас потом покажу, туда сеянс посажу, я могу его вот так вот обсыпать, подсыпать, и потом уже полить. И тогда корни, они не будут, как сказать вам, что... Ну, мне показалось, что вот так вот прям против шерсти, вот туда она, в эту грязь пихает, они, наверное, как приклеиваются же, прилипляются вот к этому. И, короче, получается кверх ногами. С перцами, с корнями нужно быть очень бережно и осторожно, потому что они очень ранимые, и они пикировку, в отличие от томатов, не очень любят и болеют после неё. Сейчас я дырок наделаю, и тогда... Вот смотрите, запомните, только после того, как вы разложили грунт, только после того, как вы сделали дырочки, всё это смочили, приготовили, когда здесь уже стопроцентная готовность, только тогда мы начинаем доставать из лотка сеянцы. Самое главное, что мы должны выполнить, чтобы вот этот отрезок времени, который корни будут на свежем воздухе, без грунта, должен быть минимальным. То есть они должны вообще не почувствовать, что мы их с одного грунта выдернули, в другой воткнули. Уже всё, когда готово будет, и стаканчики набиты, и дырочки сделаны, только тогда мы сеянцы осторожно, но быстро вытряхиваем и сюда пересаживаем. Получается буквально несколько минут. Я прям по рядочкам, один рядок вытащу, посажу потом другой рядок. И пикировку мы должны планировать заранее, потому что я вот на сегодня планировала пикировку, я вчера вечером полила этот лоток с перцем, чтобы грунт был влажный, но не жидкий, не липкий. Он будет влажный, но рассыпчатый, или можно в этот же день, но часа за два, за три, чтобы грунт пришёл в такое состояние, ну вы понимаете, чтобы он был и влажный, и рассыпчатый, но не сухой. С сухим грунтом работать нельзя, потому что сухой грунт начинаете снимать вместе с мельчайшими корешками. А если влажный грунт, ну грязь тоже нам не нужна. Ну всё, я сделала дырочки, можно сказать, что квартирки для перца готовы. И теперь я начинаю по сортам. Вот у меня три рядочка, которые хорошие, такие уже, с двумя семидольными листьями. Вот смотрите, если вы видите, что у вашего перца появилось уже два, ой, с двумя семидольными, с двумя настоящими, если у вашего перца появилось уже два настоящих листочка, значит он к пикировке полностью готов. И тут главное, чтобы не сильно рано и не сильно поздно, так, кусочек пирога мы сейчас этот возьмем и будем их... Вот они наши сеянцы. Вот этот сорт, Виктория, он получился довольно-таки как, ну, почти все они одинаковые. Это очень хорошо, когда все сеянцы одинакового размера, потому что там, где маленькие встречаются, мне придется их рассортировать. Эти буду высаживать в большую кассету, а малышей, вот как раз в ту маленькую кассету из-под петунии, вот здесь вот, чтобы их не выбрасывать, я их буду отбраковывать туда. Дам им еще один шанс. Если они будут развиваться хорошо, я их высажу, если они не будут развиваться хорошо, значит, я их оставлю. Вот смотрите, в фазе двух настоящих листьев. Это как раз тот период, когда сеянцы имеют такой оптимальный размер. Видите, у них корешок уже довольно-таки большой, но вот эти боковые корешки, они только-только начались, и вот так при посадке в эту дырочку мы ничего не сломаем, и когда я из грунта их выбирала, ничего не отрывается у них. Они вот только-только-только начались. Вообще рекомендуется делать прищипку корня, ну, примерно четверть. Одна третья, одна четвертая часть, не важно. Главное, чтобы кончик, который идет вглубь, вы повредили, убрали, и тогда вот эти вот боковушки, они начнут очень активно, видите, беленькие боковые, начнут очень активно расти. Все, и вот тут я хочу показать вам самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, нельзя сеянец просто вот так взять и бросить. Конечно, его можно и так закопать, но вот в таком положении корешок, там у вас будет вот так вот, его будет очень жалко, он будет загнутый, и, возможно, из-за этого будет заторможенность развития, замедление развития. Даже если вы вот так раскладили по стаканчикам, ну, вот они все туда упали, например, всегда перед тем, как подсыпать, я поднимаю его немного, присыпаю, чтобы он был в ровном состоянии, и только потом уже заглубить. Потом при желании можно будет грунта еще подсыпать. Если вот вам нужно будет, вы еще подсыпите сюда грунта, но вы будете знать, что ваш корешок, он вот так вот будет прямо там стоять, и вот этого, ну, как загиба не будет. Это очень важно, на это нужно обращать внимание, потому что вот такая небрежная пикировка, когда просто бросают в дырочки, она приводит к тому, что... Вот распикировал человек, потом спрашивает, ну, что-то перец вообще не растет после пикировки. Ну, с корнями нужно обходиться чуть-чуть, поосторожнее, поаккуратнее. Так, сейчас я сделаю еще небольшой перерыв, один-два редко рассажу, и начнем дальше буду показывать. Теперь хочу несколько слов сказать, почему объяснить, почему я назвала видео «Пикировка, правильная пикировка перца». Это не значит, что вот только такая пикировка, что вот я заглубила по семи доли, она правильная. Наоборот, я говорю, что вы можете заглублять, можете не заглублять, можно вообще его не пикировать. Правильность пикировки состоит в том, что вы должны подобрать оптимальный размер стаканчика, чтобы он должен быть не очень большой, не очень маленький. Вы должны правильно обращаться с перчиком именно во время работы, что вот этот вот, видите, я сделала дырочку достаточно широкую, чтобы весь этот корешок, смотрите, он чтобы вот так вот проходил и не очень ломался, когда узко, если мы сделаем, мы его просто как ошемурыгаем. И опять же, если вы бросите его туда, нужно немножко приподнять, чтобы он, ну вы поняли, не был против шерсти этот корень, чтобы он, и вот только вот так вот, я когда держу в висячем положении, тогда я загребаю. Сейчас я полью, поливаю я вот так вот, ну просто под корешок, и обычно при поливе земля оседает. Я вот первый день-два ничего не делаю, потом можно подлить, подсыпать свежего грунта, потом еще можно подсыпку делать с золой, чтобы не было черной ножки, это все потом. И вот этот вот уход после пикировки, он тоже очень важен. Вообще многие задумываются, зачем вообще нужна пикировка? Это ведь лишние хлопоты, лишние трудности. Но многие опытные все-таки склоняются, что выращивать-то лучше с пикировкой. Но вообще, если вот формулировка, то это просто, пикировка это процесс, вот пересаживание вот таких маленьких сеянцев, из одной общей емкости в отдельные, или из маленьких, например, в большие. Это тоже пикировка, ну как своеобразная перевалка. И что мы получаем при пикировке? Ну естественно, я уже рассказывала, при такой прищипке и при заглублении максимальном вот так, мы получаем такое развитие корневой системы. Пусть он вверх даже будет немного, пока не развиваться, стоять на месте, но корневая система наращиваться начнет сразу же, с второго, с третьего дня. это во-первых. Во-вторых, конечно, в отдельном горшочке это безопасность. Если даже один или два сеянец заболеет, но если между ними нет никакого сообщения, то не будет такой ситуации, как в лотке. Там, если один заболел, и пошел падеж. Сначала кругом, кругом, потом весь лоток. Если вовремя не увидите или не сможете обработать, то все. Так что пикировка, это очень важно, не только из-за того, что мы заглубляем, а также из-за безопасности, из-за того, что они будут, у них корни не будут переплетаться. Вот, например, если здесь они растут, они сейчас уже, если будут больше двух настоящих листьев, они начнут между собой, они могут вот так переплестись, склещучиться, что их потом не растащишь. И если высаживать, например, по одному, без пикировки, мне не нравится, потому что, видите, вот я второй сорт начала вытряхивать, и сеянцы, даже по своим размерам, очень-очень разные. Сейчас покажу. Какой-то, видите, какой-то вот такой, один большой, хороший, другой такой маленький, с кривым столиком, с стволиком. Вот при пикировке мы как раз, у нас есть возможность отобрать для себя, самых таких толстых, самых жирных, а этот пойдет туда, ну вот, в маленькую кассету или в лоточек его можно оставить. Я его тоже не буду убирать, потому что у меня там уже за ними очередь стоит. Вот у кого пропали перцы, не взошли, они эти вырастут с удовольствием. Ну и все. Еще очень важно, после того, как вы распикировали, конечно, но это объяснять, наверное, не надо, не нужно ставить на яркое солнце, лучше всего или под искусственной лампой, или если на подоконнике под солнцем, лучше всего притенять. Потом, две недели после пикировки не рекомендуется вообще никаких подкормок делать, потому что некоторые стараются подкормить, и вот в этом состоянии, в ослабленном, эти сеянцы можно уничтожить своими подкормками. Потом еще что про пикировку я хочу сказать. Ну и все, наверное, вроде все, я уже показала, все сейчас польем, подпишем, у меня будет каждый сорт в рядочке, вот 6 одного, 6 другого, 6 третьего, 6 четвертого, я сейчас маркировку сделаю, подпишу, полью и поставлю, все вот так их перекрещу, растите дорогие. Вот это пошаговое, все рассказала, кстати, хотела показать вам, смотрите, какой перец, это вот, который я калибровку проводила, он тоже здесь, с двумя листьями, его прям выбрасывать жалко, но я не знаю, название сорта придется выкидывать, что с ним делать. Когда не нужно, смотрите, это свои всегда так сходит, а когда нужно было, 13 сортов из магазина вообще не взошло. Все, до свидания, на этой веселой ноте прощаюсь, вот всегда бы было у нас вот так вот все, шапкой, пышет прям перец, и уже, смотрите, ну и вообще, скоро заколосится, что с ним делать. До свидания. Вот я и закончила пикировку своих перцев, и хотя я уже попрощалась, я хочу напомнить, ну еще, заострить ваше внимание на том, чтобы, чтобы не возникли вот различные у нас заболевания после пикировки, потому что все-таки они ослабленные, я во время работы, и когда грунт спрызгиваю, и потом полив провожу, каким-нибудь дезинфицирующим раствором, вот в данный момент сегодня я пользуюсь розовым раствором марганцовки, прям бледно-бледно-бледно-розовеньким. Можно также поливать потом после пикировки фитоспорином, также вот этот и привикур, и консента, любые фунгицидные препараты, которые могут подавить вспышку заболеваний, можно использовать, потому что все-таки пикировка, это вот такой период самой-самой уязвимости, пока они, у них нет пока сцепки с грунтом, они ослабленные, корешки немножко у них поврежденные, нужно им помогать. Потом они окрепнут, я вам потом в дальнейшем покажу их, и вот я хотела обязательно напомнить про то, чтобы вот эту патогенную микрофлору нам немножко притушить, я использую дезинфицирующие растворы, но теперь точно до свидания.